Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в городе Санкт-Петербург, Россия в семье научно-технической интеллигенции. Отец музыканта Роберт Цой работал инженером, а мама, коренная ленинградка Валентина Васильевна, преподавала в школе физкультуру. Цой сын Дюн, русское имя Максим Максимович Цой, дедушка Виктора Цоя по отцу, кореец по национальности, жил в Казахстане. Несмотря на восточные корни, рост Виктора составлял 184 сантиметра, общепринятая версия. В детстве мальчик стал проявлять интерес к рисованию, и родители, чтобы развить его талант, отдали Виктора в художественную школу, где тот проучился три года. В средней школе он не мог порадовать родителей успехами, а преподаватели не видели в нем способного к знаниям ученика, обращая внимание на других детей. Уже с пятого класса круг интересов школьника резко изменился в сторону музыки. Тогда у Цоя появилась первая гитара, которую подарили ему родители. Отец показал несколько аккордов. Мальчика это увлекло. Он сам ставил себе голос, нередко занимаясь в ванной комнате вокальными распевками. Вместе с товарищами собрал первую группу палата номер шесть. Увлечение подростка музыкой было огромным, чтобы купить 12 струнную гитару, школьник потратил все деньги, которые родители оставили ему, уехав на отдых. На последние три рубля Цой накупил беляши и наелся их на голодный желудок. Результат был предсказуем, и после этого музыкант сделал единственно верный для себя вывод никогда не есть беляши. После девятого класса Виктор решил продолжить учебу в Ленинградском художественном училище имени, а Серова, чтобы стать художником-оформителем. Но страсть к изобразительному искусству быстро остыла, так как большую часть времени юноши занимала музыка. Цой был отчислен со второго курса за неуспеваемость. Виктор пошел работать на завод, а затем устроился в художественно-реставрационный лицей номер шестьдесят один, где осваивал профессию резчика по дереву. После окончания учебного заведения одно время работал в мастерской Екатерининского дворца. Однако все эти жизненные интересы не являлись для Виктора главными. Музыка всегда была рядом, и со временем он все больше понимал, что это единственное занятие, которому хотелось бы посвятить жизнь. Со своим соратником Алексеем Рыбином Цой познакомился у Андрея Панова, лидера группы «Автоматические удовлетворители». Музыканты вместе выезжали на подпольные концерты Артемия Троицкого, проходившие в Москве. Виктор подался уговором друзей, и уже в конце 1981 года совместно с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским была создана рок-группа «Гарин и гиперболоиды». Спустя несколько месяцев артисты переименовали коллектив в кино и в таком составе вступили в знаменитый ленинградский рок-клуб. Новоиспеченная команда при содействии Бориса Гребенщикова и музыкантов его группы «Аквариум» записала первый альбом «45». Название произошло от продолжительности звучания записей. Позднее одна из песен диска «Восьмиклассница», прототипом героини которой стала студентка Дженни Яснеце, вошла в топ-100 лучших песен русского рока в 20 веке по версии нашего радио. Интересно, что с уже известным к тому времени в молодежных кругах музыкантом Гребенщиковым Цоя свел случай Виктор и Борис познакомились в электричке. У лидера группы кино была с собой гитара, и он спел изумленному спутнику песню «Мои друзья». Солист «Аквариума» принял решение участвовать в судьбе нового рок-коллектива. Новое творение стало популярным на ленинградских квартирниках. В непринужденной обстановке слушатели тесно общались с исполнителями. Уже тогда Виктор Цой четко говорил о своих жизненных принципах, от которых не был намерен отступать. Следующий альбом «Начальник Камчатки» в честь названия «Котельный», где Виктор трудился кочегаром, группа записала в 1984 году в новом составе. Теперь вместо Рыбина и Валинского в коллектив входили гитарист Юрий Каспарян, басист Александр Титов, а за барабанной установкой сидел Георгий Гурьянов, Густав. В том же году группа кино стала лауреатом на втором ленинградском рок-фестивале, оказавшись подлинной сенсацией для слушателей. На следующий год группа кино повторила свой оглушительный успех на фестивале, и музыканты решили записать альбом «Ночь», который задумывался как новое слово в рок-музыке, полностью отвечающее последним тенденциям западных исполнителей. Работа над «Ночью» затянулась, а вместо нее музыканты записали магнитоальбом под названием «Это не любовь». В ноябре 1985 года в коллективе произошла еще одна замена Александра Титова на посту басиста сменил Игорь Тихомиров. Этот состав команды не менялся до самого конца ее существования. 1986-й стал годом пиковой популярности кино. Секрет ее состоял в уникальном для того времени сочетании свежих музыкальных находок с простыми и жизненными текстами Виктора Робертовича. Кроме того, песни рок-коллектива было легко исполнять под гитару, этим группа обязана тысячам киноманов, распевающих композиции Цоя в каждом дворе. В этом же году группа представила зрителям «Дописанный альбом ночью» дала знаковый концерт на совместном столичном фестивале Ленинградского рок-клуба и Московской рок-лаборатории. Альбомы кино становились все более популярными, а новые клипы коллектива смотрели миллионы зрителей по всему Советскому Союзу. После выхода альбома «Группа Крови», представленного в 1988 году, киномания распространилась за пределы СССР, коллектив давал концерты во Франции, Дании и Италии, а фотогруппы все чаще появлялись на обложках популярных музыкальных журналов. Через год кино выпустило первый профессиональный студийный альбом под названием «Звезда по имени Солнце», и музыканты сразу же приступили к работе над следующей пластинкой. Лучшие песни из альбома «Звезда по имени Солнце» сделали Виктора Цоя и группу «Кино бессмертными», а композиция «Пачка сигарет» стала хитом для каждого последующего молодого поколения государств бывшего СССР, в 1989 году концерты группы «Кино» прошли во Франции и США. В июне 1990-го состоялся последний концерт Виктора Цоя и его коллектива в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. Позднее материалы выступления были использованы в документальном фильме «Человек в черном». Кино – последний альбом в дискографии коллектива. Песни «Кукушка» и «Следи за собой» стали наиболее популярными композициями, их в дальнейшем неоднократно исполняли другие музыканты и группы. Песни Цоя перевернули сознание многих советских людей. В первую очередь имя музыканта ассоциируется с переменами в стране. Такое стремление представляет песня «Хочу перемен». В оригинале «Перемен», которая впервые прозвучала на четвертом фестивале Ленинградского рок-клуба в Д. Каневском 31 мая 1986 года. На первый взгляд может показаться, что Цой был приверженцем радикальных решений, но на самом деле он воспринимал жизнь несколько иначе. Музыка должна охватывать, она должна, когда надо смешить, когда надо веселить, а когда надо и заставлять думать. Музыка не должна только призывать идти громить Зимний дворец. Ее должны слушать. Однажды в интервью представителям СМИ Виктор признался, что считает себя противником перевоплощений, оставаться самим собой главное для него. Вполне возможно, что музыкант размышлял над профессиональной актерской карьерой, а не комментировал отношения к политическим тенденциям того времени. Цой сказал о своем ведении изменений в советском обществе я подразумевал под переменами освобождения сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчемного равнодушного человека, постоянно посматривающего наверх. Перемен в сознании я ждал, а не конкретных там законов, указов обращений, пленумов, съездов. Кинодебетом Виктора Цоя как актера стало участие в дипломной работе молодого киевского режиссера Алексея Учителя своеобразным музыкальном киноальмонахе «Конец каникул». Съемки фильма проходили на озере Тельбин в Киеве. Участие в этой картине ознаменовало для Цоя новый этап в творчестве. Популярность группы кино привела к тому, что Виктора стали приглашать для участия в съемках фильмов новой формации. Фильмография Цоя актера составила 14 кинолент, среди которых нужно отметить важные картины того времени, в полной мере отражающие суть эпохи перемен. Это знаменитая ассе кинорежиссера Сергея Соловьева, картина, наполненная терпким ощущением начала конца, характерного в года перестройки. Это и драматический триллер «Игла», в котором лидер группы кино исполнил главную роль. Герой Цоя Моро решает вступить в схватку с наркомафией, но все оказывается не так просто. Его антипода, наркодилера Артура, сыграл Петр Мамонов. Фильм стал лидером проката 1989 года, а Виктор Цой получил титул «Лучший актер года» по результатам опроса среди читателей советского экрана. В старшей школе Виктор Цой не пользовался популярностью у одноклассниц, всему виной была его национальность, но уже к 20 годам личная жизнь артиста изменилась. Девушки толпами дежурили у подъезда любимого музыканта, а вскоре молодой человек встретил вторую половинку. Знакомство произошло на одной из вечеринок, где присутствовал артист. Марианна была на три года старше Виктора. Первые полгода влюбленные ходили на свидания в парк, после чего решили жить вместе. Музыкант женился на Марьяне, Марьяне, Цой, которая родила ему сына Сашу. В будущем Александр Цой также стал рок-музыкантом. Александр оказался единственным ребенком Виктора, больше у певца детей не было. Жена музыканта взяла на себя всю хозяйственную деятельность группы, помогала с концертными костюмами и организационными вопросами. В 1987 году во время работы над съемками фильма Асса Виктор познакомился с Натальей Разлаговой, работавшей ассистентом режиссера. Между ними вспыхнул роман, и новые отношения в итоге привели к разрушению семьи. Как потом вспоминала Марианна в интервью, они с Натальей оказались разными по характеру женщинами. Супруга воплощала собой вулкан страстей, а последняя любовь оставалась неприступной скалой. Официально пара не разводилась, и после смерти музыканта Марианна взяла на себя организацию выпуска последних его записей, а также неизданных материалов. Вдова Виктора Цоя в 1999 году получила высшее образование в Санкт-Петербургском университете, где изучала японский язык. Женщина увлеклась переводами. Накануне нового столетия у нее обнаружился рак. После удаления опухоли в груди врачи обнаружили онкологическое образование и в головном мозге. Поняв, что ничего уже сделать нельзя, Марианна Цой уехала домой умирать. Последние три месяца за ней ухаживали мать и супруг Александр Аксенов, более известный под сценическим псевдонимом «Рикошет». Наталья вышла замуж за журналиста Евгения Додолева, с которым эмигрировала в США, она стала матерью двоих детей. Вернувшись в Россию, устроилась работать на Первый канал. 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Музыкант разбился в ДТП на 35-м километре латвийской трассы Слока-Талси неподалеку от города Тукумса, возвращаясь с отдыха в Прибалтике. Его машина врезалась в пассажирский автобус марки «Карус», водитель которого Янис Фибикс не пострадал. По официальной версии, Цой от переутомления заснул во время управления транспортным средством. Долгое время ходили слухи, что Виктор не заметил поворота, так как менял кассету в автомагнителе, однако подтверждений таким утверждением не нашлось. Причина смерти рок-звезды до сих пор будоражит российское общество. Гибель певца стала шоком для страны. 19 августа 1990 года на прощание с Цаем собрались тысячи людей. Похоронен артист на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Многие фанаты не смогли принять известие о смерти Кумира, покончив жизнь самоубийством. На его могиле всегда лежат живые цветы и никогда не гаснут свечи. На том же кладбище недалеко от певца похоронена жена Виктора Марианна Цой, а также его мать Валентина Васильевна Цой. После смерти музыканту установили большое количество памятников в разных странах мира. Одна из главных скульптур, которая изображает рок-исполнителя сидящим на мотоцикле, установлена в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте напротив кинотеатра Аврора. На 35-м километре шоссе Слока Талси, где случилась смертельная авария, также установили монумент высотой 230 сантиметров. За основу авторы выбрали одну из самых популярных фотографий музыканта, на которой он запечатлен со скрещенными руками. Скульптор Амиран Хабелошвили и художник Руслан Верещагин, создававший памятник, решили навечно зафиксировать знаменитые строки Цоя о смерти и любви из песни «Легенда смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Субтитры создавал DimaTorzok